Все, пошел процесс. Как там видно нормально? Вроде нормально. Людмила Львовна, а можно вас попросить? Сейчас я тут отмечу. Это просто не твич? Ты можешь написать, что это потом будет запись просто? Так вот, в соответствии с этим алгоритмом, сначала выясняем, есть ли поточечный предел, потому что если вдруг нет поточечного предела, тогда вопрос о равномерной исходимости сразу решет. Соответственно, первый шаг можно и там, и там. Считаем предел fn от x, при отнимающемся к бесконечности. Для каждого фиксированного параметра x. Вот что у нас получается. Пределы все примеры. Понятно, что этот промежуток является частью вот этого, поэтому, наверное, имеет смысл сразу для промежутка 1 считать. Да. И тут, видимо, образуются два случая. Может, давайте 0 и 1 не включить, а потом 1 и без разницы. Ну, в общем, без особой разницы. Давайте сделаем так, как зависит. Наверное, здесь будет 0, если x лежит от 0 до 1. Наверное, это будет 1, если x про 1, да? Так получается? Да. Ну, вот, дальше нужно оценивать уже по всей видимости по разному. Вот в первом случае, когда вы считаете... В первом случае, это если все происходит на промежутке от 0 до 1, 2. Вот вы считаете супремум fn от x минус f от x. По всем x из промежутка от 0 до 1, 2. Так, ну, что такое выражение под модулем в данном случае? Это, наверное, то же самое, что... Ну, здесь 0. Здесь x степенент получается. Значит, модуль, наверное, можно тем самым отбросить. Получается, супремум f степенент найти. По промежутку от 0 до 1, 2. Ну, возрастающая функция, значит, супремум достигается в правом конце промежутка. А в правом конце промежутка у нас получается значение единиц выделить на 20 минус. Ну, очевидно, роль стремится к нулю. Вот здесь у нас все удается считать легко и непринужденно. Поэтому вывод такой, что fn равномерно сходит на промежутке от 0 до 1, 2. Так, а что происходит во втором случае? Ну, вот мы по-прежнему вот тот же самый поточечный предел встретили. Но теперь нам надо оценивать... Так, теперь нам надо оценивать... Субремум... Уже по промежутку от 0 до 1. fn равн x минус f от s. Ну, вот у нас f от x получается задана вот такой вот формулой с фигурной скобкой. Не очень красиво вот эту формулу под знаки супремума получается разместить. Поэтому можно как-нибудь отдельно посчитать супремум по полуоткрытому помежутку от 0 до 1 и сравнить со значением в точке единицы. Если вы знаете супремум на одном множестве и знаете супремум на другом множестве, как определить супремум функции на объединить эту множество? Ну, максимум. Да, значит, вот здесь можно сказать, что это максимум из супремума того же самого, когда x лежит в полуоткрытом промежутке и, соответственно, значение точки единицы. Ну, что касается первого супремума, с ним дело обстоятельно логичным образом. Значит, вот здесь вот, когда x лежит в промежутке от 0 до 1, предельная функция – это 0 и тождественная, поэтому по знакам супремума получается x степень n, супремум x степень n, совсем x из полуоткрытого промежутка. А вот эта разность, она, наверное, просто 0. И на супремум по замкнутым промежуткам никакого влияния не оказывает. Поэтому я вообще здесь можно отбросить, на самом деле. Ну, а что касается супремума, то, наверное, этот супремум равен единице. Ну, и, значит, максимум тоже равен единице. У нас получилось, независимая от r величина, r тем самым не стремится к нулю, раз это соответственно единице, поэтому нет равномерной стоимости. А почему единица будет? Еще раз, у нас же нет единицы значения. Супремум x степень n. Это предел к единице. Супремум возрастающей функции, это предел на правом конце промежутка, да? Да. А предел здесь, понятно, что совпадает с настоящим. Так, значит, f фон не является равномерно сходящейся к f на промежутке 0.1 замкнут. Какие есть по этому поводу вопросы? Я думаю, что она равномерно сходящаяся. Ну, вот она где-то является равномерно сходящейся, а где-то нет. В принципе, чтобы догадаться, есть равномерная сходимость или нет, бывает полезной какая-то теорема. Какая-нибудь теорема струкса зайдела, о том, что если последовательность непрерывных функций сходящаяся равномерно, то она не перерывная. Это предельная функция непрерывная. Мы здесь видим разрыв, значит, уже не может быть. Ну, в принципе, если мы знаем эту теорему, то можно просто на нее и сослаться. Другое дело, что здесь впечатление тоже не особенное. Так, если по этому поводу вопросов пока нет, давайте кто-нибудь что-нибудь порешает по этому поводу. Ну, давайте 27-48. 27-50. Здрасте. 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 Буду надеяться, что где-то уже этот алгоритм запечатлелся. Задание то же самое, последовательность такая. Что на x? Это уместен x выделить на единицу плюс n плюс x. Множество, на котором все происходит, это замкнутая промежутка от 0 до 1. Так, ну что, наверное, нужен альтернативный докладчик. Можно проверить? Да, давайте, пожалуйста. Всё. Всё. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И всё. Субтитры делал DimaTorzok И всё. Пойдём поточечной придём? Нет. Там поточечной только одна, может быть, по сути. Наверное, может быть, если есть поточечная, и я не знаю. Поточечная, и я не знаю. Угу. Сложно. кратчей поточечная поточная ирония может существовать если она не существует, то есть поточечная изопродавка да, потому что самая первая предель а вы доказали, что есть только одна поточечная предел уже один только тогда очевидно все но вы еще с утра пока не считаете а то уже преобразуете да, значит как-то суп там просто дело промежуточного это как раз тот случай, когда вместо того, чтобы вычислять может быть стоит оценить сразу потому что вот супромом такой дроби находить ну не то чтобы очень сложно но просто ведь здесь время тратить на это жалко то есть вот надо прикинуть вот для начала у нас есть равномерная скользимость или нет? что мы пытаемся сейчас сверху или снизу нам оценивать если скорее всего снизу я хотел сказать, что ее нет а или нет скорее всего возможно видимо есть то есть как это мы можем представить на или нет ну тут кажется к 0 здесь бесконечное скорее можно попробовать и сверху и снизу пооценивать если оценивается как в этом случае сразу сверху величиной которая бесконечно мало не зависящая от x вот смотрите у нас ведь x от 0 до 1 единицы да значит все не превосходит 2 поделить на n потому что x то у нас не отрицательный если мы x отбросим в знаменателе ну еще и единицу мы взяли и отбросили хотя можно было не отбрасывать но все равно это по большому счету все числитель не превосходит по модулю двойки а знаменатель больше н ну и все значит вывод какой район стрима ну методы ну методы следовательно dvn x ты сходи сараномет ну хорошо ну спасибо насколько я понимаю ну а из какого dileги можно какую-нибудь еще одну рассмотреть такого типа и потом будем ну давайте вот 27 54 можно рассмотрим самая постановка задачи все четыре будет так значит про множество е сказано что это лучше запрежем домножаем получаем 1 длительный 1 длительный бесконечности получается на лик вроде все непрерывно тоже наверное она потому что на 3 x плюс 1 9 минус x не допустим светодиодиодичку и не шлить на бесконечность ну давайте я могу ну ладно хорошо мы сейчас будем серьезно оценивать красиво стремящимся к бесконечности давайте сразу же умножим сопряженные равняется и получается 1 9 н и корень из x плюс 1 9 н плюс корень из них ну это все стремится к 1 где-то до корни из x потому что это стремится ходить на два корня декса ну сразу замечаем что она вполне непрерывная себе да но если да тогда теперь давайте рассмотрим уровень не если ему от нуля до конечности какие у нас там функции 1 делить на 2 корень из x давайте сразу это вот так она мне больше чем-то нравится минус 1 делить на корень из x плюс 1 ну и если мы посмотрим это действительно стремится к нулю ну хорошо ну хорошо давай так сейчас ну наверно как-то надо простить прежде чем смотреть то да там там можно конечно в общем давайте попробуем почему бы нет это на здесь что у нас там домножить на корень 2 корни из x да да и получается корень из x плюс 1 делить на n плюс корень из x а ну минус 2 корень из x ну минус 2 корень из x это сразу да делим на 2 корень из x умножить на корень из x плюс 1 делить на n да вот здесь вот и плюс корень из x да 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 такс ну эта функция больше либо равна нуля ну вроде у меня что да а чего она меньше либо равна чуть можно проще ну меньше либо чем 1 делить на n делить на вот это вроде ну ты не можешь снова надо множить на сопряженное и знаменатель будет снова единичка и будет красиво все ты молодец больше не нравится ну да ну да но как бы надо все равно оценить там ну красиво будет а вдруг я могу поставить очень маленькое зачем да у нас у нас x пробегает весь случай от нуля до плюс бесконечности я еще раз обращаю ваше внимание что нам сейчас не поточишь нужно оценивать вот эту радость а супремо то есть то есть я могу подбрать как-то x у тебя нолик есть у тебя нолики может назад нам бесконечность выйти да тебе надо проверить ну да поэтому давайте умножим сопряженное получаем опять 1 делить на n делить на 2 корни я на сопряженную умножил конечно 2 корни из x и здесь умножаем на опять 1 корень из x плюс 1 делить на n это все в квадрате плюс корень из x действительно, да? оно стремится ну да это стремится к нулю при n стремящихся к себе вот так вот минусы на контрольной получаются а что это решение а потому что супремум здесь нужно было как-то сказать что можно сказать насчет супремума вот этого выражения к одной второй а какая же там одна вторая смотрите вот у вас от x числитель не зависит то есть надо минимизировать знаменацию а каков здесь инфимум знаменатель ноль ноль значит мы сможем стремиться ноль потому что x корень из x то первое множество 0 стремится при фиксированном n смотрите вот на наличие нору n нужно либо вычислить либо оценить да? да я понял предельный переход так что супремум здесь просто равен плюс бесконечности супремум вычисляется при фиксированном n а вот затем уже когда эти супремумы вычислили оценили уже можно смотреть за вот еще раз то есть мы можем подсоить ноль да? мы можем подсоить ноль да? вам нужно найти супремум вот недавно такую фон историю встретили для функций несколько временов как найти супремум функции если она у вас монотонно себя ведет второй раз мы что делаем мы фиксированном потом уже сначала сначала потом не в самый первый раз мы проявляем бесконечности ну как мы выяснили в первый раз фиксированном параметре это констант да а второй раз мы фиксируем фикс а потом супремум а а значит н констант мы считаем н констант равномерно расходится в что константы поэтому при вычислении вот этого супремума конечно же н рассматривается как константа здесь супремум только по х при фиксированном н происходит вот сложность в этих задачах что здесь сначала по одной одна переменная считается фиксированной потом другая вот когда мы считаем по точечный предел это происходит при фиксированном х и н стремится к бесконечности а здесь н и супремум по х соответственно равномерной исходимости нету задачи теперь что касается равномерной исходимости рядов с одной стороны в каком случае называется равномерно сходящимся если последовательность частичных сумм равномерно сходится к сумме ряда то же самое это частичная сумма а это соответственно предел поточечный предел но дело в том что не всегда очевидно каков этот самый предел ну это конечно для последовательности верное замечание что на самом деле не всегда известно каков предел ну вот в тех задачах которые мы сталкивались там соответственно было понятно какие пределы а так вообще говоря он не очевиден и кроме того есть признаки равномерной исходимости вот первый достаточно грубый но при этом достаточно эффективный инструмент это признак равномерной исходимости верш трассы так чем он отключается статок 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 да разность достаточно ой ну в общем после n если 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 существует такая последовательность т.м. числовая что rf на x по модулю не превосходит а это для любого м ну конечно же достаточно чтобы вот для всех начиная с некоторого вот это выполнялось мы просто вот одна и та же оценка для всех и во вторых если ряд взаимных сходится то тогда ряд из df на x он сходится на множестве е равномерно и даду еще раз а n конечно числа ну раз здесь нет зависимости от x ну давайте решим что это числовая последовательность нет равномерной исходимости как тогда доказывают плохое снизу снизу что ну то есть вы помните необходимые условия исходимости чеснового ряда здесь образуется необходимое условия условия необходимые условия равномерно если ряд сходится равномерно то соответственно общий член ряда должен равномерно же стремиться с нулем вот мы знали такой признак когда не было слова равномерно то если ряд сходится то общий член должен стремиться с нулем общий член вот то что вы складываете ну и здесь соответственно если ряд сходится то fn от x а диазма равномерно стремится к нулю нам значит вот опять же простенький способ доказать отсутствие равномерной исходимости если вдруг выясняется что нарушается условия равномерной исходимости нулю если я наряд вот но в принципе это не всегда работает конечно же как и признак верштрассы признак верштрассы это только как же один из инструментов причем такой достаточно грубый так ну а как еще вот есть еще критерий каши равномерной исходимости ряда ну это конечно гораздо более тонкий инструмент значит ряд сходится равномерно давайте скажите что там дальше должно быть разность этих раскаточных причин ну да ну то есть последовательность частичных сон должна равномерно сходящейся в себе то есть для любого и существует там н большое такое что для любых n и m больше вибрал н и и для любого и сразу же верна оценка с м меньше чем и с и с и с и с и с и с и с и с и и в и ну да отрицание так вот нам предлагают нам предлагают какие-то ряды и предлагают исследовать характер сходимости значит что значит исследовать характер сходимости но есть равномерный Сатируем, что есть равномерное. Если равномерное нет, а есть потокичное, значит, отвечаем, что сходится неравномерно. Может, оно вообще где-нибудь расходится. Так, ну, 2767. Какая-то все-таки немножко смешка. Давайте 2769. Исследовать характер 1. Такого вот функционального ряда. То есть ряда из пунктов. Значит, 2769, ряд похожий. Единица минус x умножить на x степени. Так, а на каком множестве предлагают это делать? На промежутке 0,1. Ну, давайте коллективу, наверное, первую задачу-то сделаем. И что у нас тогда получается? Ну, тут вообще-то геометрическая прогрессия, по сути дела. Если 1 минус x вынести, то получается, на склад геометрической прогрессии. Для геометрической прогрессии мы, наверное, и так имеем. Даже без всяких там признаков, если 1 штрафа сделать такой-то. И что мы тогда можем сказать? Ну, наверное, здесь еще можно отдельно посмотреть на случай, когда x равен единице. Если сразу единицы, у нас все вот эти функции... Понимаете, значение 0, поэтому очевидно, что она сходится. Ну, кажется, на любом случае сходится. Да, есть, так еще. Единица равняется 0. Ну, в любом случае, наверное, тоже будет сходить. Но просто нам же еще потом надо, наверное, сходить исследовать. Да, вот мы попробуем по определению здесь, поскольку... В данном случае умеем находить сумму ряда. Так, значит, если x держит промежутки от 0 до единицы, то, наверное, мы можем сказать, что такое сон от x. Значит, это, наверное, будет сумма... Ну, вот 1 минус x, на скобку V, если тут получается сумма x в степени n, у n от 1 до... Вот так. Что мы знаем-то по поводу этой суммы? Нет, это x у нас... Ну, если вот здесь в первую степень x вынести, да? то здесь получается начиная от нулевой степени качаем минус 1 значит там наверное будет один минус x степень не уходили на 1 вот для чего нам зато отдельно нужно было рассмотреть случай когда их сам единицы потому что это генетической прогрессе себя не очень хорошо ведет когда это у нас соответственно что получается наверное это все стремится к x если их слежит промежутки от 0 до 1 стремится к x объединиться она снимется к нулю но разрыв роды как у нас получается чтобы да да ах ты подождите здесь потому что сокращаешь вот это стремится если с нуля просто у нас тогда будет еще одно а сейчас если с нуля здесь получается что парень тут один будет они на здесь тогда нету чего нас стремится к единице все равно есть подозрение что так нельзя потому что теоремы и штраф не позволяет но если мы теоремы и трасса забыли вот можем еще просто опять посчитать когда в единицу подставляйте здесь получается 0 наверное здесь на получается поэтому это то же самое что с утром у уже не может быть это сходить равномерно вот мы решили еще видеться вручную она разве вообще из этой каши не следует что она неважно что в принципе если ссылаться на теорем что-то создали то уже равномерная сходимость здесь как бы если последовательность непрерывных функций на замкнутом промежутке сходится равномерно функции стопредельные функции на замкнутом так вот если над x минус с от x ну что у нас там получается вот из этой штуки если вы единицы вы читаете у нас получилось единицы нас их степени значит вот знакомое выражение до их степени плюс 1 и это снова единица мы стала быть супремом если пользоваться теми обозначениями которые были до этого супрема тоже здесь на разные единицы значит опять же еще раз убеждаемся что вы не значит ряд сходятся неравномерно так какие по этому поводу есть вопросы но здесь по определению просто видите здесь по определению чаще всего конечно там чтобы доказать равномерной сходимости вот попробовать общий член ряда оценивать а тут мы без всякого практически вычисления производных ну давайте посмотрим на какую нибудь там а давайте 2772 нет 2772 это нам это как-то больно лёгкая похоже ну ладно давайте 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 2774 пункт в на на единицу квадрате множество и в данном случае получ но вообще-то тут сказано пользуясь признаками штрафа доказать равномерное упражнение заключается в том чтобы применить вот это нужно перебы а кто многие там кто-то либо охватлива же не но надо сначала посмотреть признак верш трасса нам здесь рекомендую применять надо еще раз не посмотреть нам что требуется найти мажоранты для наших равномерной оценки равномерной оценки для модулей членов ряда данных так вот мы хотим там найти такие числа n чтобы ряд взаимно сходился а так смотрите в принципе можно пытаться супремум просто рассматривать если ряд из супремумов вдруг сходятся то сразу автоматически все хорошо а если он не сходится тогда ничего не следует потому что признак лишь раз это только лишь достаточно условия равномерной исходимости но тогда может получиться так что если вы эти супремумы там посчитали и у вас выясняется что супремум допустим тогда не выполняется необходимым условия равномерной исходимости и значит ряд обязан быть неравномерной ну то есть супремумы здесь любом случае либо вычислять надо либо оценивать наверное они все оцениваются хорошо да потому что и x поделить на единицу плюс n 4 и в квадрате нам хочется получить оценку независимую от x неравенство есть между средним альфметическим и средним геометрическим а выходите его единица плюс n в четвертый x квадрат она больше равна чего два корня из ну два получается n квадрат x 2n квадрат x ну вот мы не можем сказать что сразу же для всех из промежутка нуля до единицы можем знаменателем такое что-то написать а что данном поэтому скажем пусть их больше нуля мы можем же расходят если вы рассматриваете получившихся оценок у нас от 0 до плюс бесконечности нет снизу единица 1 плюс значение принимал и все было бы плохо для нашего результата мы не то чтобы доказали расходимость нашего оценка тогда ничего не давал признак не штраф это только лишь достаточный условий равномерной сходимости так ну следующую задачу кто-нибудь из вас пойдет мешать какую ну так давайте какую-нибудь найдем ну тоже из 74 поскольку он длинный здесь уже не следовая с характеросходимости предлагает а применять признак на верстрах ну что у нас есть ну что у нас есть ну что у нас есть ну там когда их больше да там вот это не нравится ну вот давайте какую-нибудь кашу ну да 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 вот это вот ряд сходится искомый значит здесь опять-таки требуется доказать равномерную сходимость на заданном множестве заданного ряда давайте это не сложно конечно если вы умеете оценивать логарифм единицы плюс что-то этот как его по дейлеру давайте разложим ập вот по дейлеру там проще по дейлеру не types по капану да очевидно что это же убывающие функция ну вот x в квадрате делить на n лэнд квадрате n это убывающая какой термин он был от n Возвращение да да Ciudai например Tra Next нам нужно получить оценку для фиксированного пен ну ладно можно можно так просто сумму записываешь сумму то есть ряд исходный ряд можно по-другому можно взять что в квадрате делить на это это равно x x трениться к нулю при смещении бесконечности на логарифм один плюс экспресса 0 это равен x в пределе можно про экспонировать просто вы умеете при исследовании числового ряда на сходимы заменять не эквивалент ну да да вот смотрим у нас теперь переменная это n а так само как есть значит вот надо находить асимптотику для такого ряда но от логарифма избавляться у вас там получается единица плюс бесконечно малая так смотри можно просто было про экспонировать ну да и сказать что это просто ну не говорю что это равняется некоторому к мука от какого-то числа до бесконечности к может быть любым да про экспонируем надо экспонировать вы большие лужи вы должны ну ладно хорошо ну да ну мы знаем да знаем он большой или нет я большой я знаю это я уже большой мальчик а какой бы это мальчик ну а почему бы нет ну ладно а вот а он сходит альф равновесицы в очередь теперь спидел ну хотели наверно снимали а он просто столицы где в нем а а а ты что не зависит наверное просто поэтому как бы можно считать что он разномерно сходится но там уже нет зависимости от да если сходил числовой ряд уже ран то есть у нас получается ряд n а n 1 1 3 1 1 я я там я вот этот сходится это сходится на спосы так вам спасибо синий он на эквивалентную запустил на эквивалентную заменил наверное пришло нам время вспомнить признаки Абеля Диреклера на мирной исходимости где вот вот это вот еф степень ну они похожи на признаки обычной исходимости только везде где можно у вас там какие буквы-то использовались в признаке Диреклера на комформирующих вот рассматривается ряд видов А на Х, Б на Х мы думаем что у нас все определено на некотором множестве нет так ну давайте сообразим какие условия нужно накладывать ну вот один носин должен иметь если бы иксов не было и мы требовали от АН ограниченности частичных сумм ряда из АН то теперь соответственно требуем равномерную ограниченность частичных сумм ряда из АН значит существует такая константа С что для любого Н натурального и для любого Икс из Е сумма по Н от единицей от большого АН от Х не превосходит С равномерная ограниченность иначе говоря частичных сумм ряда из АН второе условие так что там от БН требовалось значит БН то есть тем самым здесь равномерно ну и третье условие значит БН монотонно зависит от Н значит для любого Икс из Е есть монотонная зависимость от чего-то от БНа так давайте сразу вспомним и признак Абеля тоже я вот для того чтобы немножко сэкономить время значит если мы говорим как видим Кабеля для аналогичного ряда из произведения АН на БН в первом фонте там что снижается? усиливаем первый фон и ослабляем второй давай монотонность? нет монотонность как раз в одном месте вот рядом должен сходиться он должен равномерно сходиться на норке сходиться равномерно ну если бы был признак Абеля до числовых рядов там просто слово равномерно нету так дальше второе условие в чем заключается вместо стремления к нулю БН от Х просто на вопрос а где ограничено? ограничено но в данном случае соответственно должна быть равномерная ограниченность последовательность БН от Х должна быть равномерно ограничено ну то есть такая должна существовать константа чтоб сразу и для всех Х и для всех Н выполнялось условие модуль БН от Х не превосходит этой константы существует К такое что для любого Н натурального БН от Х не превосходит Х ну и третье условие такое же тогда вывод такой же ряд из произведений сходятся равномерно так ну вот признак Дерихле надо вспомнить когда он хорошо променялся вот вы занимаетесь числовыми рядами и он там в одном случае часто был популярен когда вот первый саммножитель это какая-нибудь трибометрическая функция типа синус Н альфа или косинус Н альфа вот давайте вспомним какие у нас оценки были значит когда складываем косинус Н альфа давайте вспомним это у вас должно быть уже где-то когда-то обсужденным быть мы поверим ну это вообще-то как делается вот когда складывают берут вот первую сумму косинус Н альфа и складывается вторую умножение на синус Н альфа и на синус Н альфа то есть получается что это Е степени Н альфа в самой геометрической прогрессии получается ну а дальше считают оценивать и так далее ну сейчас как-то по идее вы это знать уже должны ну и вот здесь тоже самое мы забыли все там точно можно точно точно можно посчитать можно но нам нужна оценка да здесь сумма ряда то бессмысленно считать там все ряд расходительных получается а оценивать частичную сумму тем не менее можно там все такие суммы они тем не менее ограничены хоть я сам ряд и расходится поскольку общий член рядом снимется так так вот нам по этому поводу предлагают знаменитую задачу 2775 скорее всего у вас в лекциях эта задача сколько-то в каком-то то виде да обсуждался но поскольку уже прошло некоторое время с тех пор и вообще задача в каком-то смысле такая образцовая что ли давайте все-таки на нее еще посмотрим а где писать давайте давайте у нас есть номер 2775 у нас есть номер 2775 у нас есть номер 2775 полномерную исходимость и два варианта задачи либо на промежутке от ну сама подстановка задачи нам наверное подсказывает какой ответ должен получаться если мы его не помним из предыдущего опыта да но если бы была равномерная исходимость вот здесь тогда бы можно было заниматься только вторым пунктом а дальше сказать но если есть равномерная исходимость на большем росте то на меньшем росте она и подобна будет значит видимо во втором случае ее нету а в первом случае по аналогичным причинам видимо есть равномерная исходимость нет ну это не то чтобы обязаны работать во всех случаях но просто ну как бы вот такая но с другой стороны если нет на промежутке то очевидно что нет и на всем меня хорошо давай заказывать равномерную исходимость вот применяем признак дирекле да в качестве аэн от x соответственно синус н вот она нужна при них сумма с учетом того что x у нас лежит вот в этом промежутке ну вы знаете что вот такие суммы они все не превосходят единицы поделить на синус нx ну вы знаете что равномерную оценку получить но если x лежит вот в этом промежутке здесь x пополам если x лежит в промежутке от y до 2p минус x то x пополам будет лежать в промежутке от x пополам до pi минус x пополам а x равняется у 2p а все на то он как себя ведет на этом промежутке положительный ну вот он положительный причем видимо минимум будет достигаться как раз в конце вот это все не превосходит единицу поделить на синус и в том поколам вот нашлась равномерная оценка для частичных сумм и что дальше ну от bn тут понятно все хорошо со вторым множеством вот bn это у нас одна n она от x вообще не зависит поэтому раз стремится к нулю значит и равномерно стремится к нулю стремится к нулю значит bn равномерно стремится к нулю не зависит от x монотонно здесь вроде тоже очевидно bm последовательно bm монотонно значит вывод какой действительно предчувствия у нас не обманули есть равномерная сходимость на этом промежутке значит здесь есть равномерная сходимость почему в пункте b не работает это потому что вот портится вот эта оценка да если мы решаем чтобы у нас x гегал по всему промежутку а то я задумал но это у них мало да это не доказывает не доказывает отсутствие равномерной сходимости а как тогда доказать ну через бирж трасса может пойти какие еще есть варианты а бирж трасса это только лишь достаточно условия так если оно не будет выполняться то необходимо то отсюда еще не следует это необходимо и тогда и скажи либо и скажи либо из этого не критерий кашир а, да, наверное, сходимости проще сначала первый прием какой посмотреть на необходимую условия равномерной сходимости общий член должен равномерно стремиться к нулю а здесь нет, наверное, все-таки наверное, все-таки это здесь не сработает что? вот если бы да, у нас и так смотрят но не на ракершках да, потому что как раз равномерное стремление к нулю-то есть потому что не превосходит по моду до одной эндой а вот чего здесь нет ну здесь на самом деле все-таки вот этот критерий поможет пишет а вкус да, на самом 구 потому что когда вы берете суммы там от эндд и 2Н то ани плохие большие ну а ты здесь наруш сhehe таком из worked давайте попробуем если вы взяли какое-нибудь большое n в качестве например единицы поделить на 2 и рассматривайте сумму от 1 до 2 ограничен это все растет с придет немножечко не осознал у нас тогда здесь 1 почему это достаточно это не необходимо то есть мы видим что к существу это будет эксеном с ноликом, который есть единицы для лишних такое, что для любого n существует числа n больше n большого n это n плюс 1, а m это n 2 такие, что sm от x то есть нету равномерной сходимости в себе, а значит нету и нормальной сходимости так домашнее задание уже надо сделать надо, для домашних заданий надо про герпфей еще раз вспомнить, я что-то как-то позову так будет 27 вот он быстро вылетает из головы, хорошо в одну уху влетел? в голову влетел чтобы через год ничего не останется нет, не в летом нет, не в летом 27.56 так, ну и какой-нибудь еще 27.61 так, это про последовательные что? про ряды функциональные 27.74 пункт E D G D д D D D D D D не сделано, но B&M. 27.70 и 27.76 Иван Густример? Да. 27.76 Ух ты, как много тут номеров. Здесь все, какие задачи про замену приняли.